Всем привет друзья! Я рад что вы зашли на мой канал и сегодня мы с вами приготовим говяжий заливной язык. Для этого нам понадобится язык, лук, морковь, лавровый лис, черный перец горошком, соль, немного гвоздики для аромата, ну и конечно же желатин. В самом начале язык нужно будет промыть обыкновенной прохладной водой. Варить мы будем его в двух водах всего около трех часов. Смотрите и готовьте вместе с нами и не переключайтесь. Ставим кастрюлю с холодной водой на плиту на сильный огонь. Ложим наш промытый говяжий язык. Затем как вода закипела на среднем огне варим язык около 25-30 минут. После первой 30-минутной варки мы вытаскиваем наш язык, я вытаскиваю его вилкой. На этой стадии конечно же наш, друзья, язык еще не готов. Сейчас мы будем его промывать под прохладной проточной водой. Язык нужно будет промывать очень тщательно для того, чтобы язык был очень чистый. На этой стадии наш язык нужно очень тщательно его промыть, для того, чтобы наш бульон был как можно прозрачным. В конце нашего видео заливать мы будем наш говяжий язык бульоном, в который мы его и варим. Не обязательно язык сразу промывать после первой 30-минутной варки, потому что он очень горячий. Можно немного подождать, чтобы он немного остыл, так удобнее будет его просто промывать. Говяжий язык варится достаточно долго, поэтому лучше всего, чтобы говядина была. Чем моложе, тем лучше и само блюдо будет вкуснее. Как промыли язык, наливаем холодную воду, кастрюлю и ставим ее на средний огонь. Ну и укладываем соответственно наш язык второй раз в холодную воду. Кастрюлю накрываем крышкой. Немного погодя, открываем крышку, засыпаем перец горошком, соответственно насыпаем соль. Друзья, соль я ложу по вкусу, это на любителей. Я много соли не ложу. Также я засыпаю немного гвоздики для аромата. Ну и обязательно, друзья, надо снять накипь для того, чтобы наш бульон был прозрачный. Накипь надо снимать до закипания. В этой второй воде язык будем варить 2,5 часа. И как вода закипела, я ложу морковь и маленькую головку репчатого лука. Во второй воде, друзья, язык варился 2,5 часа. Лаврушку я забрасываю за час до окончания готовности языка. Ну и вот прошло 2,5 часа, наш язык сварился и сразу же обдаем его холодной водой из-под крана в течении полторы минуты. Желательно, чтобы вода была ледяная. Как только мы подержали язык под ледяной водой, с него легко снимается пленка. Таким образом, друзья, счищаем всю пленку с нашего языка, в дальнейшем мы язык наш будем нарезать. Как только я нарезал говяжий язык, его украшают морковью. Я украсил дополнительно немного имбирем. Украшать и нарезать язык можно как вам душе угодно. Я заранее приготовил желатин для заливки нашего вкусного говяжьего языка. Желатин заливаем таким образом, чтобы он полностью покрывал вкусный говяжий язык. Желатин я смешал с бульоном, где варился наш говяжий язык. Это конечный наш результат заливной из говяжьего языка. Заливное простояло всю ночь в холодильнике и полностью охладилось. Это отличное блюдо, поверьте на слово. И на этом все. Если вам понравилось это видео, подпишись на канал, поставь лайк, напиши в комментарии, что бы вы хотели, чтобы я вам приготовил. На этом все. До скорых встреч!